Привет! Сегодня у нас третье занятие, если вы до него нашли, значит настроены вы серьезно. Сегодня мы будем учиться читать, писать и считать, как в первом классе. У нас будут белочки, орешки, мячики и все, что положено. Сразу перейдем к практике. Напишем программу, которая посчитает нам результат какого-нибудь арифметического выражения. Например, 2 плюс 3 умножить на 5. Записываем обычным способом плюсы, скобочки, числа и умножить. Выводим все out со стрелочками, мы уже умеем это делать. Запустим нашу программу. И действительно получилось 25. Операции плюс, минус и умножить точно такие же, как в математике. В C++ немного отличаются операции разделить и посчитать остаток отделения. Посмотрим на примере. Пусть у нас есть 10 орешков и 3 белочки, которые хотят разделить эти орешки поровну. 10 мы делим на 3 и получаем целую часть 3, то есть каждой белочке достается по 3 орешка. Остаток отделения 10 на 3 будет равен единице. Один орешек белочкам не удалось разделить и они закопали его под елкой. Также в C++ отличается операция взять остатка отделения отрицательного числа на положительное. Посмотрим на примере. Пусть трое ребят играли в футбол и разбили 10 стекол. Если бы ребята были математиками и решили купить каждый по определенному количеству стекол, чтобы вставить все как нужно, то они купили бы по 4 стекла и 2 стекла у них осталось лишним. Ребята-программисты на C++ поступят по-другому. Они купят каждый по 3 стекла, а одно стекло так и останется выбито. В общем случае остаток отделения отрицательного числа на положительное в C++ можно описать так. Мы берем число по модулю, считаем остаток отделения и затем приписываем перед результатом минус. Итак, мы научились писать программу, которая считает результат арифметического выражения. Вряд ли кто-то купит у вас такую программу или даже скачает ее бесплатно. Чтобы добиться успеха, нужно сделать так, чтобы наша программа читала какие-то определенные числа, ну и хотя бы складывала их и вчитала или делала с ними какие-то арифметические действия. Для того, чтобы это работало, нам понадобятся переменные, в которых можно хранить те значения, которые ввел пользователь. Переменные можно представить себе как коробочки, в которые можно класть, например, числа. Вообще, наша программа будет жить в таком кабинете, в котором есть два конвейера. По одному конвейеру числа приходят в наш кабинет, а по другому выходят. Когда программа начинает свою работу, можно считать, что она приходит в этот кабинет, в котором стоят коробки с чьими-то чужими вещами. Они уже больше не нужны, но пока что там лежит хлам и пользоваться ими нельзя. Завести переменную — это взять какую-нибудь из коробок и маркером написать на ней название. Инициализировать переменную — это значит положить туда какое-то значение. Например, там в коробке стоял фикус. Мы берем число, которое ввел пользователь, которая приехала к нам по конвейеру и кладем в эту коробку. Теперь мы можем обращаться к этому числу. Переменные также могут участвовать в арифметическом выражении. На их место подставляется то число, которое лежит в них. Сразу посмотрим на примере. Создать переменные — мы пишем слово int. Int — это сокращение от integer. Целое число по-английски. Затем мы пишем имена переменных. Например, a и b. Теперь мы хотим считать переменные. Для этого пишем cin. cin — console input. Это как раз тот конвейер, по которому к нам в кабинет приезжают числа. Вводим стрелочки вправо, которые означают, что мы забираем оттуда. Забираем оттуда число a и забираем число b. Это означает, что первое приехавшее число мы кладем в коробочку с надписью a, а второе — в коробочку с надписью b. И cout — вывод ответа. Кладем в конвейер на выезд результаты арифметического выражения. Например, a плюс b. Запустим нашу программу. Числа нужно вводить через пробел и в конце нажимать Enter. Запускаем программу, смотрим. И действительно она научилась складывать числа, которые мы вводим. Переменные в c++ имеют ограничения. Это как и в жизни. В маленькую коробочку нельзя положить слишком большой предмет. Переменные типа int занимают 32 бита. В них можно хранить числа от минус 2 миллиардов до плюс 2 миллиардов. Во всех наших задачах входные данные, ответы и промежуточные вычисления будут лежать в этих пределах. Во всех задачах в тестирующей системе строго задан формат входных и выходных данных. Обычно мы просто читаем данные и выводим ответ. Но если мы хотим сделать красиво, то нужно действовать по-другому. Например, наша задача сложить два числа, но не просто вывести ответ, а сделать так, чтобы было видно все выражение. Например, мы введем 2 и 3. Нужно печатать 2 плюс 3 равно 5. Как это делать? Опять же, пользуемся out для вывода. Сначала выведем число a, то, что лежит в переменной a. Затем плюсик. Поскольку это строка, то пишем ее в двойных кавычках. Затем выводим значение переменной b. После этого красиво вводим равно. У меня кончилась строка, так что я сделаю отдельный out, чтобы не вылезал за экран. Я перепутал направление стрелочек. Мы же кладем все out. Видите, сразу подчеркнуло красным и сразу мы все поправили. Итак, мы остановились на равно и выводим результат. Посмотрим. 2 плюс 3 считать неинтересно, давайте посчитаем что-нибудь большое. Вводить переменные можно через пробел, можно каждую на новой строке. Ура! Теперь добавим к нашей программе вывод еще и a-b по аналогии. Скопируем, чтобы не писать все это заново. Плюс меняем на минус как в строке, так и при подсчете выражения. Вводим наши числа. В прошлый раз у меня получилось классно. Ой! Все очень плохо. Смотрите, числа слиплись между собой. Почему это произошло? Потому что c++ делает строго то, что мы ему написали. Написали выводить, он вывел. Нам нужно разделить эти числа, чтобы каждая из них печаталась на новой строке. Для этого после вывода первой строчки добавим слово endl. Endline. Перевод на новую строку. Допустим. И вуаля! Каждая печатается в отдельной строке. То есть, если вы хотите, чтобы у вас был перевод строки, печатать endl. И следующий seout выводит уже со следующей строки. Сейчас мы решим более сложную задачу. Например, из школьной физики. Пусть у нас летел самолет. В нем был пассажир, который ошибся дверью и случайно вышел на высоте. Он летел в течение t секунд. Сколько метров он пролетел перед тем, как упасть. Решим эту задачку. Какие перемены нам понадобятся? Во-первых, ускорение свободного падения. Целое число. Это пусть будет 10. Как и в физике, мы будем считать перемены постепенно, чтобы у нас не было восьмиэтажных форм. Что нам понадобится? Скорость. Время, которое мы считываем. Ну и по ходу дела разберемся, что еще. Время нам дает пользователь. Пассажир летел t секунд. До какой скорости он разогнался? v равно g умножить на t. С такой скоростью пассажир приземлился. При этом летел он со средней скоростью. Давайте посчитаем ее тоже в отдельную переменную. v средняя, ну как назовем ее. Переменную можно заводить прямо там, где она нам понадобилась. Она равна v пополам. Средняя скорость. И расстояние s. Такой перемены у нас тоже нет. Создадим ее. Равно средняя скорость умножить на время. Выводим, сколько наш пассажир прилетел. Пусть он летел 100 секунд. Чуть больше полутора минут. 50 тысяч метров. Самолет не летает на такой высоте. Но это из-за того, что мы пренебрегли сопротивлением воздуха. Сегодняшние задачи практического занятия будут довольно сложными. Придется вспомнить олимпиадную математику 5-6 класса. Давайте посмотрим на примере, как можно сделать довольно сложную вещь. У нас есть операция деления нацело с округлением вниз. Пусть нам нужно сделать округление вверх. Заведем две переменные a и b. Что делить и на что делить. Считали их и выводим. Если мы просто напишем a разделить на b, то это будет округление вниз. Давайте попробуем вывести число на единицу больше. Логично. Например, 12 и 5. 3. Все правильно. 10 и 5. Тоже 3. Неправильно. 10 разделить на 5 – это 2 даже при округлении вверх. Будем разбираться. Во всех случаях программа работает правильно, кроме того случая, когда a делится на b нацело. То есть прибавлять единичку – это слишком много. Давайте перепишем ту же формулу немножко по-другому. a делить на b плюс 1 – это то же самое, что a плюс b делить на b. Вот это слишком много. Попробуем вычесть чуть-чуть. Например, a плюс b минус 1. Запустим и проверим на разных вариантах. 12 разделить на 5 – 3. Правильно, округлило вверх. Какие еще плохие случаи есть? 14 разделить на 5 – 3. Все правильно. 11 разделить на 5 – 3. Все правильно. И, наконец, то, что раньше не работало, когда делится нацело. 10 разделить на 5 – 2. Заработало. На самом деле, все это можно доказать достаточно строго, математически. Но мы не будем заморачиваться с такими вещами. Нам главное, чтобы работало. Немного о вердиктах в тестирующей системе. Вы будете сегодня сдавать много задачек и не все с первой попытки. Какие возможны варианты? Первый вариант – Presentation Error. Ошибка формата вывода. Пример из жизни. Допустим, девушка на 8 марта ждала, что ей подарили цветочек, а ей подарили кастрюлю. Это ошибка формата ввода-вывода. То есть, в программе вы выявили, например, два числа вместо одного, или не выявили вообще ничего, или выявили строку, и наша девушка, тестирующая система, расстроилась от этого. Вторая ошибка – это неправильный ответ. Опять же, пример из жизни. Та же девушка ждала розочку на 8 марта, а ей подарили фиалку в горшке. Вроде бы и цветочек, но не тот. То есть, вы выявили, например, число, но не такое, как нужно. Неправильный ответ. И еще один распространенный тип ошибки – это нарушение правил оформления программ. То, что мы особенно любим. У нас появились некоторые новые правила. Например, все операции – плюс, минус, умножить, разделить – окружаются пробелами. Так удобнее читать, все символы не слепляются в одну длинную колбасу. Также скобочки. Если скобочка открывающая, то перед ней ставится пробел, а после нее нет. Для закрывающей скобки все наоборот. Перед ней пробела нет, а после нее пробел есть. В остальном все как раньше. В сегодняшнем занятии задачи довольно сложные. Там есть много задач со звездочкой. Если вы долго мучаетесь, задачи не можете сдать, у вас есть возможность посмотреть входные данные и правильный ответ к тому тесту, который ваша программа не проходит. Таких возможностей ограниченное количество, поэтому оставьте их для сложных задач. На следующем занятии мы будем изучать условный оператор. Наша программа научится ветвиться. Но до этого нужно решить сегодняшнюю задачу. До встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok